Воскресная информационная программа Воскресная информационная программа В этом году работы должны быть завершены на многих ключевых объектах Все подробности у Стеллы Бязровой Глава государства Анатолий Бебелов провел совещание с подрядчиками и гемподрядчиками строительных объектов Строящиеся в рамках инвестпрограммы В совещании приняли участие главы профильных министерств и ведомств Анатолий Бебелов интересовался ходом и качеством работы Семь месяцев года позади И уже надо подвести итоги нашей инвестпрограммы Какие работы у нас проведены Какие у нас есть угрозы невыполнения инвестиционной программы И насколько мы уже реализовали те обязательства, которые мы освердляли Министр финансов Азахабалова зачитала доклад по освоению финансовых средств За первое полугодие 2019 года, выделенных в рамках инвестпрограммы Пол лимитов, как вы знаете, на 2019 год составляет 2 миллиарда 787 миллионов 200 На сегодняшний день мы профинансировали 1 миллиард 21 миллион 408 То есть это всего 36,6 процентов Если реально судить, то это несколько замедленное освоение Хотя лучше, чем в прошлом году Но тем не менее, 36 процентов это небольшая сумма для 7 месяцев И соответственно, следует предпринять меры для того, чтобы убыстрить это освоение Эдуард Загоев отчитался о ходе работ на строительных площадках На 8 улицах все инженерные работы практически завершены Их должны сдать в эксплуатацию в этом году Небольшая проблема возникла на пересечении улиц Исака Харебова и Тельмана Незаконные частные постройки мешали ходу работ, но проблему уже устранили Загоев также доложил, что на улице Братьев Устаевых все работы доведут до конца в течение 10 дней По 8 улицам по Братьев Устаевых порядка 10 дней Для того, чтобы завершить там работы Немножко по условностям были и Касхалово По благоустройству на всех 8 улицах у нас на сегодняшние работы проводятся Работы по благоустройству улиц идут в городе Квайса Ранее там побывал председатель правительства Эрик Пухаев Здесь проблемы связаны с подземными коммуникациями По проекту не была предусмотрена замена труб Дорожники приступили к подготовительным работам по укладке асфальта Впоследствии от нагрузки старые трубы начали прорываться И возникли проблемы по дальнейшему благоустройству дорожного покрытия В ходе совещания выяснилось, что проблемы с проектной документацией есть и на других объектах Проект Сараза МВД, прежде чем отправлять на экспертизу Надо этот проект обсудить с подрядчиками или с генподрядчиками, которые будут строить этот объект Иначе получается проект Сараза, экспертиза МВД И потом генподрядчики ломают голову дальше, как решат эти вопросы Строительство дорожной инфраструктуры в Ленингорском районе идет по графику В поселке Ленингор центральные улицы полностью готовы Осталось провести разметки На участке дороги громкий нагар ведутся работы Что касается строительства многоэтажных домов в поселках Дзав и Знаур Подрядчик Игорь Козаев заверил, что корпуса будут полностью готовы к концу текущего года На стадии завершения и родильный дом Сейчас идет отпуск молодочных работ Я думаю, в течение августа месяца эти работы будут завершены Поэтому мы будем ждать оборудования Так называемого тяжелого оборудования для монтажа нет То есть это будет установка каких-то августа фиолетовых облучателей Небольшие работы и сборка мебели Гостиница Ирастон, детский сад на улице Суворова Мемориальный комплекс защитникам Отечества Работы на объектах должны завершить в этом году Кроме этого, к концу текущего года необходимо сдать в эксплуатацию Здание комитета по налогам и сборам Здесь идут работы по облицовке фасада С нетерпением горожане ждут окончания работ на одном из важнейших социально значимых объектов Резервном водоводе Вана Цхимвал Он позволит в значительной степени решить многолетний вопрос водоснабжения столицы Анатолий Бебелов потребовал от всех причастных Непрерывно контролировать процессы строительства Не допускать ошибок и строго следить за тем, чтобы уложиться в намеченные сроки В Государственную Думу Российской Федерации парламентом Южной Осетии Направлен документ о признании геноцида Южных Осетин в 20-х годах прошлого века Нижняя палата Российского парламента рассмотрит документ уже этой осенью Законодатели сразу же отреагировали, отметив, что подойдут к изучению этого вопроса со всей ответственностью Репортаж Алана Тибилова о новом этапе борьбы за историческую справедливость В преддверии исторического события уже в сентябре Госдума России рассмотрит вопрос О признании геноцида осетинского народа со стороны Грузии в 20-м году прошлого столетия Сотни сожженных осетинских сел, более 5 тысяч убитых и десятки тысяч беженцев Вот история этого конфликта Парламент Южной Осетии обратился к руководству России с просьбой признать геноцид осетинского народа Ответ не заставил себя долго ждать Спикер Госдумы Вячеслав Володим поручил вынести документ на рассмотрение в ближайшее время Уже ясна и примерная дата, когда российский парламент может признать геноцид осетин Госдума рассмотрит вопрос в начале сентября Мы обратились к председателю парламента Южной Осетии с просьбой рассказать, как проходило принятие обращения Нынешний парламент пришел к такому решению, что надо было принять на первой сессии На обращение в Государственную Думу, в Совет Федерации, Российской Федерации Это, конечно же, в первую очередь желание осетинского народа восстановить историческую справедливость, которую мы добиваемся на протяжении с двух лет На этом этапе важно, чтобы геноцид признали дружественной нам страны Первым государством, признавшим события, стала Абхазия С большим вниманием ждем решения российского парламента Подобное обращение передано через представителя МИД Южной Осетии и итальянским властям Работа в этом направлении ведется активно Мы будем и дальше добиваться признания исторической справедливости, подчеркнул Алан Таттаев Если бы была дана политическая оценка со стороны ведущих стран мирового сообщества Агрессии Грузии 2020 года и геноцида российского народа 2020 года Я думаю, что в 1989, 1992 годы, 2004, 2008 годы можно было бы избежать, конечно же Глава парламентского комитета Амиран Дяконов считает, что подобные даты наша история И мы должны их помнить и работать над донесением до мирового сообщества правдивой истории В том числе и о геноциде 2020 года В Южной Осетии нет ни одной семьи, которая бы не затронула трагедию осетинского народа в 2020 году Нам могу привести такой пример, что в некоторой степени я сам своим появлением, своим существованием наследствием Обязан именно тем событиям, потому что моего дедушки в 2020 году убили жену, беременную жену И по прошествии времени он женился уже на моей бабушке и так появился я То обращение, которое мы направили в Государственную Думу Оно обусловлено именно стремлением обеспечить военно-политическую безопасность нашего народа Добиться осуждения геноцида осетин, совершенных грузинским правительством Сотрудники исправительной колонии Министерства юстиции проходят занятия по специальной программе Включающей методы психологической подготовки в ответственной и, конечно же, стрессовой работе с заключенными Репортаж Елены Газаевой с подробностями реформ в сфере Минюста Наряду с практическими занятиями в исправительной колонии управления исполнения наказаний Министерства юстиции Республики Южная Осетия Существенное место занимают теоретические знания, проводимые регулярно для сотрудников учреждения Сегодня министр юстиции Залина Лальева посетила колонию Посмотрела условия прохождения службы, а также условия содержания осужденных На теоретических занятиях работники исправительной колонии знакомятся с основными вопросами психологии, педагогики А также приобретают знания по выявлению запрещенных предметов на территории учреждения На занятиях, помимо устных лекций, работникам выдаются наглядные пособия Тема нашей занятий Методы пресечения выявления каналов, проникновения средств мобильной связи через КПП Во время свидания, бандеролев, посылок и передачи в учреждениях управления исполнения наказаний Реформы, которые проводятся в министерстве юстиции, ведут не только к улучшению условий содержания осужденных Но и достижению сотрудниками пенитенциарной системы высокого уровня подготовки и умению работать с людьми Поэтому подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы сегодня уделяется большое внимание Сегодня мы проводили дополнительные занятия в системе боевой служебной подготовки Тема сегодняшних занятий была досмотр, обыски и взятие запрещенных предметов Поступающих в исполнительные учреждения уголовно-исполнительной системы Республики Южная Осетия В данных занятиях отрабатываются вопросы методики досмотра, обысков и взятия запрещенных предметов Благодаря этим занятиям, проводимые с личным составом, наши сотрудники более качественно проводят досмотры, обыски И изымаются все запрещенные предметы, поступающие в исполнительные учреждения Ежедневно работники исправительной колонии сталкиваются с профессиональными задачами Нередко сопряженные с опасностями и риском Теоретические знания работники приобретают на лекциях и беседах, которые являются своеобразной формой организации работы Согласно графику, мы проводим разысканные мероприятия в жилых зонах осужденных и в их камерах Если находятся, то мы изымаем какие-то запрещенные предметы Это, например, телефоны, ножи Мы обычно проводим с осужденными беседы воспитательного характера Потому что к нам попадают люди, которые осуждены за уголовные преступления И для того, чтобы, когда они после освобождения выйдут на свободу, чтобы они понимали, за что они осуждены И чтобы они могли, соответственно, быть полезными для общества после их освобождения В настоящее время условия содержания заключенных приравнены к Уголовно-исполнительному кодексу В исправительной колонии работает медсанчасть с наличием необходимых медикаментов для оказания первой помощи Для длительных свиданий существует специальное помещение А в комнатах краткосрочных свиданий проводится капитальный ремонт Улицы Схинвала восстанавливаются Теперь, наконец, внимание уделяется и периферийным На улице Рутена Гоглоева, к примеру, работы практически завершены А на Тельмана идут полным ходом А в репортаже о Гунде Губозовой речь идет о благоустройстве дворов густонаселенных улиц Мамсурова и Остаева В Финвале сотрудниками ремонтной строительной организации при столичной администрации Продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий Работы производятся на проспекте Алана-Джиуэва 124-126 Более двух месяцев коммунальщики наводят порядок также на улицах Мамсурова и Остаева В комплекс работ входит асфальтирование двора, установка бордюров Сейчас работы на стадии завершения заверили в администрации Как вы видите, мы укладываем асфальт Этот отрезок дороги мы заасфальтируем сегодня-завтра Дальше у нас в планах перейти на Мамсурова 2, 4 и 6 Как только отремонтируем и те дворы, начнем благоустройство дворовых территорий на Мамсурова 8, 10, 12 и 14 Они будут отремонтированы точно так же, как и эти дворы Ухоженные дворы выглядят эстетично и радуют глаз К тому же асфальтирование придомовых территорий и многоквартирных домов обеспечивает чистоту в подъезде Жильцы улицы Мамсурова благодарны за созданные комфортные условия Они работают без передышки Невозможно было находиться во дворе Было очень пыльно Сейчас глаз радуется Везде чисто, дорога отремонтирована Долгих лет тем, кто тут работает, а также тем, кто ими руководит В планах у городской администрации благоустроить дворовые территории по всей столице Но от жителей многоэтажных домов требуется одно Следить за чистотой и порядком Лишь в таком случае наш город преобразится еще больше и будет радовать глаз Юго-осетинский актер, наш коллега и режиссер значимых документальных лент Про сложные события, новейшие истории Снимается в фильме северо-осетинской студии «Ирмон» Про август 2008-го В создании киноленты принимают участие участники боевых действий августовской войны Что должно послужить более правдоподобному изложению событийного ряда этой истории Стелли Бязровой на этой неделе рассказали о некоторых подробностях Сюжетной линии короткометражки и съемочного процесса Отвага, патриотизм, победа любой ценой Захватывающий сюжет фильма о событиях августа 2008-го года Не должен оставить равнодушным никого Съемки киноленты проходят в Северной Осетии Короткометражная художественная лента расскажет о пятидневной войне Герои фильма сыграют осетинские актеры Съемки начались в июле и завершатся в августе этого года Григорий Мамиев, известный осетинский актер, сыграет одну из главных ролей Мне кажется, фильм получится очень интересным и насыщенным Во-первых, можно сказать, осетинский народ впервые снимает фильм про войну 2008-го года Фильмов снято много, но то, что об этом снимают именно осетины, вдохновляет еще больше Главный герой ленты – молодой парень, выходец из Южной Осетии, который живет в Москве Его успешную жизнь в столице рушит новость о начале войны в Южной Осетии Стоя перед выбором, он твердо решает вернуться в Цхинвал и встать на защиту Родины Главный герой фильма оставил все – свою работу, семью и вернулся, чтобы защитить Родину Несмотря на свой молодой возраст, он проявил себя как истинный патриот и герой Рядом с ним встали более опытные бойцы, которые помогли ему В общем, обо всем рассказывать не буду, зритель сам все увидит Фильм снимет студия Ирмон В кинокартине принимают участие люди, которые были непосредственными участниками Военных действий в Южной Осетии в августе 2008 года Как сказали создатели фильма, картина будет держать зрителей в напряжении до последнего момента И каждый сам решит, где ставить запятую в названии Выжить нельзя погибнуть В фильме покажут героизм и боль осетинского народа Как молодые парни, не раздумывая, отдавали свои жизни за Родину Мы уверены, что фильм завоюет сердца зрителей По словам Мамиева, примеру, фильма планируют провести в Южной Осетии уже в ближайшее время В международном фестивале «Берег дружбы» в Ростове-на-Дону участвовали и ребята из Южной Осетии Молодежь с творческим уклоном находит на этой платформе собратьев по интересам Им есть о чем поговорить, они делятся друг с другом идеями и достижениями О том, как на этот раз проходил этнофестиваль в материале Яны Плевой Этнофестиваль «Берег дружбы» объединил в городе Ростов десятки делегаций Творческие личности знакомы с программой фестиваля не один год Здесь поэтические строки льются непрерывно В этом году гостями стали представители нашей республики Максим Засеев и Екадерина Джабиева Четвертый международный фестиваль проходил с участием молодых талантливых ребят Которые не только сочиняют стихотворения, но и перевозят на другие языки У Максима отец поэт, он пишет тоже стихотворения То Максим прочитал ряд его стихотворений, которые тоже очень понравились Мы прочитали стихотворения и на остинском языке, и на русском языке Песню тоже мы спели на остинском языке и на русском языке И они очень сильно пожалели, что мы были не конкурсантами Музыкальный подарок от Максима Засеева был исполнен в национальном стиле Стихотворения и песни, исполненные им, сопровождались мелодией и национальными танцами Общение не только со своими сверстниками, но и с представителями вокального искусства, поэтического искусства И в конце концов это возможность показать себя И ты молодец, на самом деле достойно представил нашу республику Вот только так, общаясь на площадках культуры, образования Мы можем проявлять себя, показывать себя И действительно приобретать очень благотворный, красивый опыт На встрече с министром образования и науки Натальей Гассиевой Было отмечено, что именно на подобных поэтических платформах Мы имеем возможность показать наших талантливых детей Я узнал еще больше о людях за границей нашей республики И вообще, потому что, ну, это люди такие открытые И общаться с ними тоже очень приятно, да И еще вот само место, даже лагеря, да, вот около моря Это само отдавало какую-то атмосферу другую Кроме того, в завершении фестиваля представили народные промыслы Именно этим занималась наша делегация Совместно с делегацией из Северной Осетии После завершения официальной части фестиваля Нашей делегации была представлена возможность Посетить в Таганроге достопримечательности города На этой неделе образован Национальный Олимпийский комитет Призвание этой общественной организации В развитии профессионального спорта в Южной Осетии И всесторонней поддержке спортсменов Идейный вдохновитель этого архизначимого проекта Замбулат Тедеев Главный тренер России по вольной борьбе Им выделен миллион рублей для формирования сборной Президентом Олимпийского комитета Единогласным решением избран Роберт Табуев На протяжении четырех лет возглавлявший спортивный комплекс «Олимп» Первым вице-президентом избран Алан Алборов Вице-президентом Чермен Тибилов Дмитрий Джабиев – гендиректор Олимпийского комитета А в исполком вошли президенты Федерации Олимпийских видов спорта Общими усилиями нам предстоит сделать все возможное Для того, чтобы мы были признаны на международной арене В качестве государства Аланя И чтобы наши спортсмены, соответственно, Продвели себя с самой лучшей стороны Чтобы достигли олимпийских наград, олимпийских весов Так что это самая главная задача Сегодня этот день знаменательный для Южной Осетии То, что как один из атрибутов государства Он должен этот вопрос назревать Представить еще юридические формальности Которые, я думаю, мы без всяких вопросов должны пройти Юго-Осетинская школа вольной борьбы Не изменяет своим традициям воспитания спортсменов Мирового уровня на протяжении многих лет На этой неделе Арсам Акзасеев, воспитанник большого тренера Тамерлана Кочева, показал по-настоящему уникальный результат Проведшие все схватки первенства мира с блестящим итогом А в финале одолев грузинского борца с разгромным счетом 10-0 Арсам Акзасеев победитель первенства мира по вольной борьбе Соревнования проходили в Болгарии Арсам Акзасеев выступал среди юношей старше 18 лет В весовой категории 110 килограммов В финальной схватке с грузинским борцом Георгием Чехрадзе Осетинский спортсмен одержал победу со счетом 10-0 По словам тренера Тамерлана Кочева, за победу на первенстве Боролись лучшие спортсмены, которые съехались сюда со всего мира Но Арсам Акзасеев провел все схватки Его соперниками стали Индус Арсам Акзасеев победил его со счетом 11-1 Затем Болгарин и вновь победа, счет 10-1 Как отметил тренер чемпиона, труднее всего спортсмену далась схватка с иранцем Что в принципе видно по счету 8-5 Однако на завершающих секундах Арсам Акзас собрался и все же победил своего соперника Ранний спортсмен из Южной Осетии выиграл первенство России И получил возможность побороться за звание победителя первенства мира Перед соревнованиями спортсмен провел две недели на сборах в Сочи Где показал хорошие результаты и полный настрой на победу в предстоящих соревнованиях И на этом наша программа подошла к концу Всего доброго и до свидания